Весёлая Трис Миригольд с каштановыми волосами, хохочущая по любому поводу и выглядевшая как девчонка Он любил её И она его тоже точка Трис Миригольд, Польск Трис Миригольд, чародейка из Марибора, героиня, саги о ведьмаке, писателя Анджея Сапковского Одна из самых молодых, родилась примерно в 1235 году один по лету исчислению саги, но вместе с тем самых талантливых чародейок Любовница Геральта, а также лучшая подруга Еннифер, цири и ведьмаков из Каэр Мархина Участница битвы под Саддином В результате сражения потеряла свои волосы и покалечила тело Была ошибочно признана погибшей После её обнаружения она долго проходила реабилитацию и лечение Впоследствии, получила прозвище «14-я с холма» Участие в литературной саге Последнее желание Первое упоминание от Рис от вспомнившей свою подругу Еннифер Нечто большее Геральт читает имена погибших в результате битвы под Саддином, Чародеев Имя Трис Меригольд присутствует в списке Кровь эльфов Трис Меригольд направляется в Каэр Морхин На подходе к крепости чародейка встречает тренирующуюся цири Впавшая в транс девочка, чужим ей голосом просит забрать её из крепости При этом запугивая смертью Войдя в крепость с цири, она встречает Геральта и других обитающих там ведьмаков Оставшись в конюшне наедине си Геральтом она целуется с ним Он отстраняет её, сославшись на скорый приход Весемира Чародейка здоровается с Весемиром Выясняется, что она знакома со старым ведьмаком ещё с детства Он просит его подлечить, и Трис соглашается Разговор заходит об обитающей в крепости цири Поняв бесполезность спора с Геральтом, она направляется в предложенную ей Весемиром комнату На следующий день за завтраком она отмечает, что одежда цири отвратительно подогнана Чародейка вместе с ребёнком направляется в её комнату В процессе разговора с девочкой она выясняет волнующую её проблему Взбэшённая Трис ругается с ведьмаками Согласившись с ней, ведьмаки, несмотря на её условия, разрешают ей остаться в крепости подольше Весемир говорит реальную причину её приезда Через некоторое время Чародейка снова поднимает тему цири Узнав, что беспокоит ведьмаков, она вступает в психический контакт с впавшей в транс девочкой Увидев видение ребёнка, она приходит в чувство уже в её кровати Трис советует Геральту обратиться за помощью к Еннифер и соглашается остаться с цири до весны Присматривая за цири, она учит её этикету, женским премудростям и старшей речи Между заботами о цири она пытается разговаривать с ведьмаками о политике Выясняется, что она, вместе с Кейрой Мец, входит в совет Фольтеста из Тимирии В процессе одного из таких разговоров она вспоминает битву под Саддином Заметив их спор, цири встревает в разговор Чародейки и Геральта После этого, она принимает участие в поисках обиженной на них девочки Обнаружив её, она подготавливается к отезду вместе с ведьмаком По пути в Элландер, Трис тяжело заболевает расстройством желудка Забыв свой медальон в Каэр Мархине, она признаётся в том, что без него не может себя вылечить Выясняется, что у неё аллергия на любые эликсиры Им протягивает руку помощи краснолюд по имени Ярпин Зигрин Согласившись взять их с собой, он даёт Чародейке собственноручно сделанное лекарство По пути, в одном из разговоров с Геральтом, она говорит ему, что ревнует его Кеннифер После внезапной битвы со Скоятой Лями она принимает участие в лечении Фредегарда Но безуспешно, рыцарь умирает на её руках Час презрения Трис принимает участие в собрании Чародеев на острове Тани-ДД Она приветствует появившихся там Геральта и Яннифер В процессе разговора с ними, она говорит Геральту, что Яннифер входит в состав Капитула Чародеев Яннифер отсылает Геральта и разговаривает по душам с Трис об её отношениях с Ведьмаком Выслушав подругу, молодая чародейка уходит с банкета Во время событий бунта на Тани-Де она, пытаясь защитить Геральта, временно ослепляет его После схватки с Вильгифорцем, воспользовавшись порталом, она переносит раненого ведьмака в Брокелон Уверившись, что Геральта можно спасти, она рассказывает о его местоположении Лютику После бунта, она вместе Филиппо Эйльхарт и другими тремя чародейками отправляется в Третагор помогать королеве Гедвиге наводить порядок в королевстве Крещение огнём Трис Меригальт наряду с другими чародейками принимает участие в создании Ложи Чародеек Во время одного из очередных собраний Ложи, она присутствует при первом появлении там Еннифер Вспомнив Цири, чародейка признаётся себе, что думает о ней как о младшей сестрёнке Из разговоров она узнает об участии чародеек в создании королевских династий и участии в этом Еннифер Башня Ласточки Чародейка находится в храме богини Мелители в Эллендере Выслушав Яре, она признаётся, что тоже хочет помочь находящейся в опасности Цири Зашедшая к ним Ныннаки советует Трис помолиться Находясь инкогнито в Бремер-Ворде, она выслушивает рассказ рыбачки с островов Скеллиги о Еннифер Та сообщает ей о смерти её подруги Владычица озера Трис приплывает на острова Скеллиги к Краханкрайту Столкнувшись с его недоверием, она пытается оправдаться Ерл приглашает её за стол Пытаясь выяснить настоящие обстоятельства пропажиста Нидда Цири, она говорит ему о комиссии Ратклиффа Ерл рассказывает ей о отплытии Еннифер в бездну Сидны, а Чародейка тем временем, вспоминает свой последний разговор с ней в ночь перед отправлением Там, потерпев фиаско в попытке обмана своей лучшей подруги, она пытается уговорить её отдать Цириложе Чародейк Еннифер отказывает, говоря, что больше не простит её События вновь переносятся в храм Милители Трис становится свидетелем ухода двух жриц-богини, Иоли Второй и Эурнеид Успокоив рвущегося на войну Яре, она направляется к Ниннаке Старшая жрица подготавливает Иолю Первую к Трансу для поиска Цири Чародейка решает присоединиться к нему После него, Трис жалуется Ниннаке, что из-за запрета ложи не может прийти на помощь ведьмаку и Цири Находясь во дворце, Монте-Кальва Трис со злостью выслушивает доклад Фрингильды Вига о завоевании Геральта и получении ей местоположения Вильгефорца Спустя некоторое время Чародейка не без удовольствия становится свидетелем её обмана ведьмаком Выяснив наконец настоящее местоположение Вильгефорца, она вместе с Сабриной Глевисик и Кейрой Мец направляется туда После событий, произошедших около замка Стигг, Чародейка вместе с членами ложи наблюдает за заключением Центрийского мира Трис Меригальт вместе с остальными представительницами ложи Чародейк присутствует на появлении в Монте-Кальва Еннифер и Цири Там она голосует за отъезд ведьмачки к Геральту для их последнего разговора По мере приближения к Риве Еннифер всё больше ненавидит Трис Речь заходит о Геральте, чародейки ругаются Их прерывает примчившаяся Цири Пытаясь унять бунт, творившийся в городе и спасти себя и бывшую подругу, Трис вместе с Еннифер вызывает заклинание, впоследствии получившее название, разрушительное градобитие Меригальт Остудив разбушевавшуюся толпу, она видит белого как мел Геральта Видя как Еннифер безуспешно старается спасти ведьмака, отдавая последние силы, она не удивляется скорому падению её на брусчатку Становясь свидетелем прихода единорога к Цири, она наблюдает за тем, как тело Геральта и Еннифер кладут в лодку Чародейка просит у ведьмачки разрешения отплыть вместе с ними Цири мягко ей отказывает Градобитие Меригальт Разрушительное градобитие Меригальт, неформальное название магии никогда не зарегистрировано и официально в силу того, что после Трис, повторить его не удавалось никому По самым прозаическим причинам У Трис тогда был искалечен рот, и она произносила слова неразборчиво Трис и Еннифер пытались вместе сотворить заклинание, перо Нальзура, но из-за описанных выше причин, получилось нечто уникальное Небо внезапно потемнело, над городом заклубились тучи Стало чертовски мрачно И повеяло холодом Из клубящейся на тривее черной тучи обрушился на город Град, граненые ледяные шарики размером с куриное яйцо Градины били так сильно, что с грохотом разваливались черепицы на крышах домов Били так плотно, что вся площадь мгновенно покрылась их толстым слоем Град валил так, что дрожал и готов был вот-вот лопнуть магический щит над головами, который почти в последний момент успела выколдовать Еннифер Знала, что сотворенное остановить невозможно, что совершенно случайно они разбудили стихию, которая должна, и вскоре и секнет, сама А потом Град прекратился Сразу Град, обрушенный чародейками на город, остудил горячие головы Остудил настолько, что армия отважилась ударить и навести порядок Град нанес городу ужасный урон Если бы не почти 200 изуродованных трупов и несколько сожженных домов, можно было бы сказать, что ничего не случилось Пролог Спустя пять лет после битвы под Бренной, находясь в Каэрмархине, Трис Мерригальд неожиданно для себя обнаруживает потерявшего память Геральта После двух дней ухаживания за еще не пришедшим в себя ведьмаком, чародейка деликатно спрашивает о состоянии его памяти Узнав, что он ничего не помнит, она слышит от Геральта, что у него не проходит чувство, будто она была дорога ему Их разговор прерывают внезапно ворвавшиеся в крепость люди Трис совместно с обитающими там ведьмаками вступает с ними в бой После уничтожения небольшой группы разбойников Ламберт просит ее в бою все-таки использовать ее хваленую магию Прервав ехидный ответ Трис, Весемир просит всех заняться остальными разбойниками Основные ворота крепости рушит Химера Трис узнает в рядом с ней находящемся маге, Саволу Также она узнает и профессора, стоящего с человеком, в котором явно чувствуется магический дар Рассказав остальным ведьмакам о них, она следуя указаниям Весемира приступает к осуществлению его плана Войдя в открытый Геральтом проход, Чародейка, пытаясь заблокировать проход Химери, рушит ворота Воспользовавшись краткой передышкой, Трис говорит ведьмакам о своих подозрениях Речь заходит о лаборатории и секретах мутагенов, хранящейся в ней Чародейка, несмотря на скепсис ведьмаков, настаивает на защите лаборатории Возвратившись с разведки, Геральт рассказывает Трис о стоящем рядом с лабораторией круги стихий Возмутившись их нерасторопностью, Чародейка рассказывает ведьмакам о том, что с помощью него можно создать устойчивый портал в любую точку континента, куда можно перенести всю их лабораторию Решив разделиться, ведьмаки занимаются Химерой, а Трис в сопровождении Лео и Геральта направляется на защиту лаборатории На пути они встречают вышедшего из портала Саволу Доверившись словам ведьмака, она оставляя Чародейя на него, убегает в сторону лаборатории Столкнувшись с неизвестным ей магом, она недооценив его силы проигрывает бой Едва сохраняя сознание она предупреждает подоспевшего к ней Геральта о Чародея Очнувшись благодаря приготовленному Геральтом эликсиру, она благодарит его Во время разговора речь снова заходит о вновь вспыхнувших чувствах Чародейки к Ведьмаку Поддавшись соблазну, она приглашает Геральта опробовать лучшую кровать в Каэрмархине Важно! Когда поговорите с Трис, сможете заняться с ней любовью Чтобы добиться этого, согласитесь составить ей компанию, а затем выберите в вариантах ответов, тебя не за что прощать Таким образом, вы получите свою первую коллекционную эротическую карточку.2 Спустя некоторое время во время разговора с Ведьмаком Чародейка предполагает, что Чародей, укравший секреты мутагенов по силе сравним с Вильгифорцем Видя недоуменное лицо Геральта, она решает не продолжать разговор об этом На вопрос Геральта о возвращении памяти, Чародейка лишь разводит руками Ей нужно как следует обследовать Ведьмака После разговора они направляются к Весемиру на похороны Лео Отдав дань памяти, Трис говорит оставшимся Ведьмакам, что попробует что-то узнать о ограбивших их бандитах Тепло попрощившись с Геральтом и пообещав ему в случае чего связаться с ним, она исчезает в портале Глава 3 Трис обосновывается в купеческом квартале Вызимы Используя свои связи и помощь Ложе, Чародейка выходит на нескольких людей, заинтересованных в уничтожении Саламандр Среди них оказывается и купец Лео Ваорден Помянуя прошлые заслуги Геральта, заинтересованные лица, узнав о воскрешении Ведьмака и его связи с Чародейкой, берут с Трис обещание не говорить Геральту о деле до конкретного времени Трис соглашаяся с их условиями Тем временем Чародейка обнаруживает в окрестностях Вызимы сильные магические аномалии Идя по следу, она узнает, что их оставляет алхимик Калькштейн Несмотря на то, что она считает его шарлатаном, Трис продолжает идти по следу Так она выходит на башню мага, стоящую посреди болота Там она обнаруживает раненого Геральта По счастливому стечению обстоятельств его раны оказываются несерьезными Чародейка решает телепортировать его к себе домой и ухаживать за ним уже там Спустя некоторое время с ней связывается Чародейка из ложи Трис докладывает о последних произошедших событиях, в частности о том, что Лео Ваорден согласен на их союз Узнав, что Геральт находится в доме Чародейки, её собеседница, хорошо зная ведьмака, предупреждает Трис о его проницательности Трис веряет её, что знает, что делает Закончив беседу, она возвращается к лежащему на кровати Геральту Заметив, что тот пытается встать, Трис, решив совместить приятное с полезным, затаскивает его обратно в кровать, чтобы проверить его физическое состояние Отвечая на многочисленные вопросы Геральта, она, решив заслужить его похвалу, хвастается тем, что теперь многое знает о банде, напавшей на Каэр Морхен Предугадывая следующие за этим вопросы, Чародейка говорит ему, что не может сказать ему всех подробностей Разговор снова заходит о памяти Геральта Чародейка говорит ему о бреде, который он говорил, пока находился в беспамятстве и способе, к помощи которого Трис пришлось прибегнуть Чародейка признаётся ему, что, волнуясь за его сознание, она прочитала все его мысли и теперь знает о его последних приключениях К сожалению для него, она не может помочь ему вернуть память, но советует определиться со своей личностью Ведьмак напоминает ей об аномалиях Вспоминая, когда она последний раз испытывала подобные чувства, Трис вскользь упоминает случай, в котором нетрудно узнаётся памятное сражение Еннифер и Гения Видя, что Геральт никак не реагирует, она переходит к делу, которое хочет поручить ему После рассказа о магических сенсорах, ведьмак вдруг спрашивает Трис о девушке, с которой она только что связывалась Застегнутая врасплох Трис говорит о неких, делах Чародейк Она едва не забыв, передаёт ему пропуск, позволяющий свободно передвигаться по городу, и сообщает об обязательном совместном походе на большой банкет, организованный Леува Орденом Зная его нелюбовь к подобным мероприятиям, она всё же уговаривает ведьмака посетить его Почувствовав, что Геральт выполнил порученное ей дело, Трис начинает искать сильнейший источник аномалий Вскоре она обнаруживает, что всё идёт от мальчика, обитающего в лечебнице Лебеды Узнав, что его зовут Альвин, Трис, уверенная, что в нём течёт старшая кровь, отправляется в лечебницу Пытаясь его забрать к себе, Чародейка сталкивается с возмущённой Шани Будучи уверенной в том, что Чародейка не сможет позаботиться о ребёнке, она прогоняет Трис прочь Спустя некоторое время Трис с Геральтом посещают банкет Леува Ордена Пообещав обязательную награду в конце дня, она просит ведьмака немного потерпеть Во время общения с гостями мероприятия, Трис замечает весьма заинтересованный взгляд принцессы Адды, направленный на Геральта Будучи весьма невысокого мнения как об её манерах, так и о самой принцессе, она, позвав ведьмака, говорит ему о том, чтобы он был поосторожней с принцессой Трис знакомит Геральта с Велерадом, Телером и Леува Орденом С удивлением отметив, что с большинством присутствующих на банкете важных особ Геральт уже знаком, она, прося прощения у ведьмака, идёт беседовать с хозяином торжества После короткого разговора с купцом, Трис снова возвращается к ведьмаку Она сообщает, что ему стоит выслушать Леува Ордена и принять его предложение Геральт обвиняет её в том, что она использует его как свой инструмент Речь заходит о порученном ему деле Рассказав о своих результатах, чародейка не упускает случая напомнить ему об его подруге Шани Рассказав об инциденте с Шани, она просит ведьмака привезти ребёнка к ней Пытаясь объяснить, как важен этот ребёнок, она рассказывает ему о Даре Лары Приняв Альвина из рук Лютика, Трис благодарит вскоре после этого пришедшего ведьмака за то, что он привёл его именно к ней Она поселяет ребёнка у себя Решив наконец покончить с любовным треугольником, она просит Геральта разорвать все отношения с Шани Узнав, что ведьмак по своей воле выполнил всё, что она просила, Трис говорит с Геральтом о будущем и их сложившихся отношениях Решив проверить, насколько серьёзны его намерения, она просит принести ей любое кольцо Оттого, принесёт он его или нет, Трис уже всё для себя решила, она примет одинаково спокойно оба варианта Приняв кольцо, чародейка думает, что теперь их отношения наконец укрепились В долгу Трис не остаётся и зовёт его к себе Ведьмак, найдя магический камень в логове Саламандр, отдаёт его Трис Посмотрев на него, чародейка обрадовалась, теперь, используя найденный телекоммуникатор, она сможет найти основное убежище Саламандр Трис решает обсудить это с Лиува Орденом Поговорив с ним, она вместе с купцом просит ведьмака воспользоваться своим влиянием на скаята Эли или рыцарей Ордена и привести какую-либо сторону к ним на помощь Поговорив с уже решившим, какую сторону принять Геральтом, Трис ведёт ведьмака в новый Наракард для встречи с Лиува Орденом Убедившись в том, что все заинтересованные лица собрались, Трис говорит, что, используя телекоммуникатор, она может создать портал в убежище Саламандр В их встречу внезапно вмешиваются, чародейка всех телепортирует Чародейка догадывается, кто стоит за Саламандрами Волнуясь за сбежавшего от неё Альвина, Трис находит его местоположение Она находит ввызиме Лютика Сказав ему кое-какие указания по поводу Геральта, она передаёт ему своё письмо и двемеритовый амулет Убедившись, что Барт ничего не забыл, она отправляет его в темноводье к Альвину В стремительно развивающихся событиях чародейка внимательно следит за действиями ведьмака Узнав, что он попал в ловушку, подстроенную принцессой Аддой, она телепортирует его к Лютику Спустя некоторое время она получает письмо из темноводья, собственноручно написанное Геральтом Глава 5 После возвращения Фольтеста в кишащую проблемами в Азиму она получает некую протекцию короля Нуждаясь в её знаниях и связях, король не хочет выпускать чародейку Трис это на руку Ей нужно укрепить своё положение при дворе короля и решить несколько политических вопросов в городе В замке короля чародейка снова встречается с Геральтом Узнав о последних событиях, случившихся в жизни ведьмака и её подопечного Альвина, их разговор снова переходит к их отношениям Прекрасно понимая, что интересы ложи чародейка и ведьмака далеко не всегда сохраняются Её политическом статусе перед королём Речь заходит о превратившейся в Стрыгуадде Вспомнив давние слова ведьмака после первого снятия Проклятия Принцессы, она советует Геральту обратиться к её ближайшему окружению, а именно к Велераду Трис не без помощи втянутого ведьмака добивается того, чтобы Фольтест обратился с помощью к совету Убедившись, что король идёт по правильному пути, чародейка решает присоединиться к Геральту Узнав про последнее убежище Саламандр и прихватив ключ от местного склепа, она направляется к старой усадьбе Едва войдя на территорию, она тут же втягивается в сражение с обнаружившими её мутантами К её радости Геральт в это время присоединяется к битве После сражения, рассказав о последних событиях, она вместе с ним направляется к склепу Попав в ещё одну засаду, она решает разделиться с ведьмаком Оставив возможность Геральту разобраться со всем самому, чародейка прикрывает вход от нахлынувших туда мутантов После изнуряющей битвы под вечер она застаёт выходящего из склепа Геральта От него она узнаёт, что с Ясарьеведом уже покончена Её радость не была долгой, от Геральта она также узнаёт, что за Саламандрами стоит Орден Пылающей Розы Удивив чародейку, ведьмак внезапно спрашивает о могуществе магистровы Зимы Ответив на его вопросы, она вместе с ведьмаком отправляется сообщить королю о всплывшей информации Встретившись с королём она указывает на очевидные просчёты фольтеста Тимерия и Редания не без её помощи вступают в союз Используя магистра как предлог, она предлагает на официальной основе стать советчицей короля С некоторыми оговорками король соглашается на её предложение Договорившись обо всём, она решает не бросать в предстоящей битве с магистром Геральта Сквозь охваченную бунтом в Зиму, она вместе с ведьмаком направляет к обители Ордена Пылающей Розы Дойдя до места, она оказывается обманутой ведьмаком Лишь только оказавшись дома она понимает, что боясь за неё, ведьмак отправил её в лабораторию, солгав про отсутствие эликсиров Эпилог Сущность Трис является одной из первых, кого Геральт встречает в ледяной пустоши Объяснив, как здесь предстоят дела, она помогает ему преследовать магистра Пока Геральт был без сознания, она преуспевает на поприще советницы короля Разрываясь между политикой, ложей и личной жизнью, она всё же пытается добиться своего личного счастья Запись в дневнике Вместе со мной и другими ведьмаками Трис сражилась при защите К.Р. Мархина Она противостояла таинственному магу, одному из предводителей нападающих Она была ранена и потеряла сознание Ирония судьбы, у Трис аллергия на магию, так что её можно лечить только естественными эликсирами и отварами Трис Миригольд, мой друг Она видела, как я умер, и моё возвращение в мир живых её сильно удивило Трис, чародейка, одна из наиболее могущественных и талантливых среди них У неё множество влиятельных друзей, также она знакома с ведьмаками из К.Р. Мархина Она, одна из немногих людей, которые знают путь в крепость Мне кажется, Трис мне очень симпатизирует После похорон Лео чародейка воспользовалась телепортацией, чтобы вернуться в Вазиму Она решила использовать свои широкие связи для Тога, чтобы отыскать информацию про Саламандр Трис пообещала связаться со мной, как только я прибуду в Вазиму Трис нашла меня на болотах, где я лежал без сознания после столкновения с Азаром Еведом Она перенесла меня в свой дом в купеческом квартале и заботилась обо мне, пока я не пришёл в себя Я случайно подслушал разговор Трис с её подругой по магическому коммуникатору, и теперь знаю, что другие чародейки тоже интересуются Саламандрами Геральт решил оставить Альвина у Трис Я пришёл к выводу, что лучше оставить Альвина у Трис Она восприняла моё решение как знак доверия Она решила, что нравится мне больше, чем Шани, что только улучшило наши отношения Геральт решил оставить Альвина у Шани Пока что нет данных Лютик доставил мне письмо от Трис Чародейка попросила получше позаботиться об Альвине Также она беспокоится обо мне, надеется, что наши отношения перейдут в стабильную фазу, и мы вырастим Альвина, когда я закончу свою миссию Я ответил на письмо Трис и рассказал о своих чувствах к ней Трис присоединяется ко мне во время атаки на старую усадьбу Как друг она помогает мне в моих поисках Я думаю она стремится отомстить Ясар Я веду за их магическую дуэль в Каэрмархине Я встретил Трис или, скорее, её видение на Снежной Пустоши Волшебница помогла мне преследовать великого магистра Волшебница помогла мне преследовать великое